Всем привет! Вы на программе «Всё или ничего? С творцем лайфом» и у нас сегодня студия Анастасия. Добрый вечер. Да, добрый. Расскажи немножко о себе. Откуда ты приехала? Я знаю, ты у нас не местная, как и все мы. Да, я не местная. Я приехала из Пермского края. Это так звучит? Да, я не местная. Вот. Свой, так скажем, осознанный возраст, жила последние три года в Перми. Так я жила в крае, потом переехала учиться в Питер. Пять лет отучилась и три года ещё жила там. И устала от большого города, решила обратно переехать. И думала, что на самом деле Пермь — это для меня, что семья рядышком, и всё хорошо. А то уж соскучилась семь лет жить вдалеке. Но не тут-то было. Всё-таки Сочи звал меня, я переехала. То есть ты уже здесь была, и поэтому тебя обратно тянет, да, вообще? Да, я на самом деле с детства хотела жить в Сочи. У меня была такая мечта. Вот. И когда я съездила отдохнуть, это было в тысяча восьмом, наверное, году, я поняла, что всё, я хочу жить именно здесь. Горы меня манили, я в них влюбилась, влюбилась в море. И вот осуществила, так скажем, свою мечту. Вот ты вот приехала уже в Сочи. Вот с чего ты начала и что ты делала вообще? Чем ты занималась до своей студии, которую ты открыла? Ну, так как я работала в сфере фитнеса, то, естественно, я начала искать работу. Вот. Я в себе не сомневалась в том плане, что я её в любом случае найду. Вот. И в момент переезда, как раз-таки в этот период, начали открываться все клубы. Борт-класс, сильные люди, мотив. Ну, то есть вот такого уже более высокого уровня. Ходила по фитнес-студиям, по клубам, были предложения разные уже о работе. И, собственно, я начала работать в одном из них, в Ультрамарине. Вела тренировки, но также поступило предложение работать, участвовать, вернее, в проекте развития фитнеса на курорте «Роза Хутор». Вот. И я перебралась в горы. Там прекрасно. Вот. И этот проект был очень интересным. На высоте 1170 мы открыли зал по кроссфиту. Я там работала, помогала руководителю, ну и также вела тренировки. И это буквально было вот до ноября 2017 года. Ага, вот какой толчок у тебя был, что я вот устала, я не хочу, я хочу что-то свое вообще? Ну, на самом деле что-то свое, оно было внутри меня уже прям давно. И я знала о том, что я открою свои дела, но это было вопросом времени. Мне нужно было созреть и вот понять, что все, я готова. И я поняла, что, то есть мне нужно было, мне необходимо было время понять, что вот все, я уже знаю, все, как сказать, все информации буду владеть, чтобы вот прям взяться за свое дело и открыть. И когда я это поняла, когда я поняла, что больше не могу работать по найму, все, переехала, борилась с работы и переехала в центральную Сочи. Как ты поняла, что именно ты хочешь фитнес-студину? Фитнес, ну, так как я всю жизнь занималась спортом, на самом деле я... То есть это изначально у тебя было хобби и цель по этому? Да, я с детства выросла на фильмах Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана. И в детстве очень мечтала, чтобы мне мама купила книжку Арнольда Шварценеггера. Вот. И, соответственно, спорт был всегда в моей жизни, но я не знаю, почему я не связывала профессиональную деятельность именно со спортом. Я мечтала и президентом быть, как мне мама рассказывала, и архитектором, и следователем, и все, что угодно, но почему-то не связывала себя со спортом. И училась у меня образование государственное муниципальное управление, госслужба, чиновник. Я на самом деле думала, что это мое, что прям мне нравилось учиться. Вот. И в Перми я работала в Министерстве спорта Бернского края, когда я просто поняла, что все-таки хочу быть в сфере спорта на госзакупках. Вот. Но поняла, что это не мое. Я выдержала 4 месяца. Вот. И уволилась, и поняла, что я хочу уйти в практику, что офис — это точно не для меня сидячая работа, и просто я не могла. И прошла курсы по направлению инструктора групповых программ, потом разные обучения, и вот так все закрутились. Ну, то есть ты изначально все-таки готовилась вообще, но ты уже цель поставила, что ты хочешь свою студию открыть? Он... Эта цель была всегда, то есть она... В голове была. Да, она всегда была в голове. Но ты просто занималась чем-то? Такое хобби больше было, да? Да, я... Да, у меня было хобби. Вот если я там, например, работала, да, вот, например, у меня была офисная работа, то я всегда там ходила на какие-то тренировки, то есть я помогала там своим друзьям, там, тренироваться, советовать по питанию. То есть когда ты интересуешься, этим живешь, ты и в теме, ты, знаешь, владеешь информацией, это всегда шло по жизни. Просто я решила полностью прям уйти в спорт, уйти в фитнес и заниматься деятельностью по жизни. А скажи, вот ты открыла, в принципе, я бы сказал, в центре города, вообще, студию. Какие сложности были перед тобой вообще? Ну, на самом деле, ну, все предприниматели, наверное, знают, что открыть что-то свое, это непросто. Главное бы желание, вот, а когда оно есть, то все сложности их воспринимаешь просто как определенный этап, что нерешаемо, и без них, в принципе, было бы неинтересно. А у тебя есть партнеры, с кем ты открыла это? Нет, партнеров нет, делаю все сама, все сама, всем этим занимаюсь, вот, и просто желание очень такое. Сильное. Ну, сколько вот стоит аренда студии? Аренда у меня стоит 65 тысяч в месяц, ну, плюс ко всему, мы начинали все с нуля, там были просто голые стены, земля, бетон, вот, но я очень долго выбирала помещение, и вот оно прям чем-то меня зацепило, в том плане, что там есть такое пространство, в Сочи же все прям рядышком, друг на друге, и парковка, что самое важное. Ну да, у вас тут хорошее. Да, и прям я думала долго, но все-таки решилась, и собственник помещения, он планировку все сделал под меня, то есть, как я запланировала. А, то есть он сам все ремонтировал? Да, ну, естественно, я участвовала там в каких-то работах, то есть что-то я оплачивала, вот, но в целом вот нам удалось все спланировать, и они сделали ремонт уже с той спланировкой, которую я хотела. Это началось вот, наверное, с декабря, перед Новым годом нашли переговоры, и вот ремонт начался уже после Нового года, и закончился вот прям буквально перед открытием, перед 24 февраля, 23-го, то есть у меня там был вообще такой шок, что, ну, те работы, которые должны были быть, сделаны, и там все мои заказы в плане мебели, есть там шкафчики и так далее, они просто не успели, поставщики, мне все сделать вовремя, ну, мне просто сказали, что это Сочи, вот, я говорю, ну, ладно. Как в Таиланде, мне говорили, нет, в Таиланде. Да, но вот сейчас буквально вроде бы как мы уже всем, чем я хотела, мы наполнили студию, ну, естественно, есть еще над чем работать, и есть что еще добавлять, ну, в целом, мне очень понравилось, как у нас вот прям получилось, и цветовая гамма, и в целом, вот то, что я хотела, мы этого достигли. А вот скажи, откуда вот стартап такой у тебя появился, открытие это, ты заработала вообще, собирала деньги в дом? Нет, нет. Или откуда вот у тебя? Все гораздо проще, я деньги не собирала, спонсоров я не искала, инвесторов тоже, решила, что это будут кредитные карты и кредит, и просто взяла денег, да, и взяла денег у друзей, просто, ну, я рассчитывала на одну сумму, значит, сами, да, как бывает, ну, да, а в итоге вот какая сумма вообще? В итоге у меня около миллиона где-то получилось, где-то тысячи сетей. Чтобы открыть его только? Одно, чтобы провести ремонт, чтобы все делочные работы, на самом деле это все дорого, маркетинг тот же самый, рекламы, да, то, то есть создание там сайтов, ну и так далее. Ну, сейчас в данный момент уже потрачено миллион. Ну, не миллион, нет, 800 около. Уже потрачено. Окей. Ну, это, ну, смотрите, это еще плюс ко всему оборудованию же, это же еще аренда, ну, то есть стоимость на несколько месяцев, ну, до 2 месяцев вперед, вот, и, да, то есть я еще покупала, вот, там некоторые такие оплачивала работы и по ремонту покупала, например, ламинат, там, ну, вот такие какие-то вещи, которые, ну, стоят достаточно такие деньги. И все, ты одна это делаешь? И нет никакой поддержки? Ну, как поддержки? У меня есть там друзья, которые, да, словом дела, мне могут помочь. А так все организации, конечно, занимаюсь я, учусь вот на бухгалтера еще, вот, то есть владеть финансовой какой-то информацией, чтобы ориентироваться. То есть ты постоянно, ты понимаешь, что в твоей деятельности надо, чтобы ты сама понимала в первую очередь. Конечно, конечно. Вообще вот эти такие моменты очень важные в бизнесе, да? Да, это очень важно, конечно. И ты уже бухгалтер, ну, как ты успеваешь вот это все? Ну, это успевать. Все люди говорят, что у меня нет времени. Ну, естественно, времени вообще, в принципе, нет. Каждый час расписан, и спишь ты часов, наверное, 4. Вот я сегодня спала 6 часов, для меня это просто, когда я там легла в 2, встала в 8, это просто прекрасно. Обычно стою в 5, вот. И, ну, стараешься лечь, конечно, пораньше, до 12, но это редко получается. И вот у меня есть один выходной, когда я отдыхаю полностью от всего. У меня просто организм уже говорит, ну, отдохни. Вот. А так все расписано. Верчусь, верчусь. А вот расскажи о своей студии немножко, почему название такое, и откуда вообще такая идея пришла вообще так назвать, и что вы именно делаете в этой студии? На самом деле, изначально я хотела создать фитнес-студию, такую стандартную, в том плане, что все направления силовые, кардио-функциональные, коррекционные. Ну, то есть вот стандартная фитнес-студия. Ну, поняла, что фитнес-студии, вот такого плана их много достаточно, и неинтересно уже. Это вот следующий вопрос мой. Да. И я поняла вот такую вещь, столкнулась опять-таки с проблемой, как это объяснить, чтобы вы поняли. Я просто работаю над собой и наблюдаю там с девушками, за женщинами вообще в целом, и поняла, что есть такая, может быть, не проблема, но тенденция в том плане, что женщина и мужчина, они уже наравне, да, в правах. То есть там девушки себя позиционируют так, что я все могу. Это, конечно, хорошо, но вот эта вот грань смывается, и это выражается, как мы одеваем все девушки, да, то есть как мы уже, как мужчины, то есть брюки там и так далее, там, как мы говорим. То есть это вот все... Такие уже больше решаете вообще. Да, да. Доминируете. Вот, и я поняла, что проблема женственности, она есть. И я себе в это тоже наблюдаю. И я стала работать над собой, и мне захотелось это нести как-то в люди, и девчонкам, молодым тоже это объяснять. Вот. А то есть ты хочешь прям нести наш такой мир, чтобы женственности, чтобы женщины понимали, какую они... Да, потому что мы обесцениваем самих себя, и мужчины у нас становятся немного другими, то есть мы их немного ослабляем своим поведением, да. Вот хочется, чтобы мужчины делали поступки, а мы позиционируем себя, что мы все можем, и, собственно, они и так скажем. Ну вот, Най, смотри, вот даже если так рассуждать, да, мне вот сейчас интересно стало, вот как мужчина будет себя так чувствовать? Например, ты уже такое волевое действие сделала, потратила миллион вообще, такой риск вообще в Сочи, открыть студию такую, которой здесь очень много таких студий. А как мужчина должен себя рядом чувствовать вообще, когда девушка сама такая прям решает? Вот как ты вот... Ну, это же так же и в поведении должно отражаться, то есть мы должны вести себя таким должным образом, но чтобы мужчина чувствовал себя сильным, и... Вот это вы прорабатываете у вас, да? Да, да, то есть в моем центре я не позиционирую себя вот как именно фитнес-студия, то есть мой центр, он совмещает и фитнес, и женский клуб, как раз-таки где, куда попадает девушка, и она может развиваться не только физически, выходя на тренировки, на занятия, но и как личность, и в духовном плане. То есть мы проводим разные мероприятия по развитию женственности, по развитию личности, также разные встречи с интересными людьми, которые там с успешными женщинами, у которых, например, там много детей, и они успешные бизнес-вумен. Вот, и то есть мы наполняем... вот нашу деятельность разными мероприятиями, чтобы нам было интересно. То есть девушка, девочка, которая к нам попадает, мы хотим ей помочь, чтобы она чувствовала себя защищенно в разных вопросах, абсолютно в любых. То есть можно просто прийти попить чай у нас, да, там, или встретиться с подругой, пообщаться, чтобы они чувствовали себя в комфорте и уюте. Им было интересно. То есть женщине нужно общаться, ей нужно выговориться, чтобы она пришла домой и была счастливой, умиротворённой и спокойной. Мужчина должен работать, да, то есть он должен обеспечивать семью. А девушка, она... У вас не как на Первом канале Баби Бунт? Нет, нет, нет. Отдельно такие собираетесь вообще? Нет, ну, всё, так скажем, в таком ритме спокойно, всё... У вас психологически, конечно, что-то какое-то? У нас есть несколько специалистов, то есть мы со всех сторон стараемся помочь. То есть есть диетолог, есть психолог, есть нумеролог-астролог, который там может тоже направить, рассказать о характере, о личности, направить, ну, может быть, подсказать и предназначение. То есть это тоже важно. Я, например, верю в астрологию, на астролога ещё учусь, вот, по ночам, вот, и... А как вот астрология прям помогает в жизни? Ну, я верю, мне да. Вот, и кто сталкивался, они знают, о чём я говорю, и она действительно может направить и очень точно может некоторые вещи... Ну, не то чтобы предсказать, но это всё... Вот скажи, у нас в городе по сути много таких фитнес-залов и много девушек, которые на дому также тренируют. У меня есть такие же знакомые. А вот как у тебя получается, чтобы к тебе приходили, к вам в студию? Ну, я думаю, что у каждого центра, не знаю, есть своя аудитория, которую можно привлечь. У меня вот такая фишка есть, да, то есть мы совещаем и то, и то. Проводим мероприятия, тоже интересно. Общаясь просто с людьми, рассказывая, чем мы занимаемся, им это нравится, и они просто к нам приходят, ну, и, соответственно, рассказывают другим. Некое такое сарфано-радио тоже есть, такой момент. В любом случае, все мы друг к другу. Город не такой большой, все мы крутимся, вот кто крутится в одной деятельности, да, они, собственно, знают, что, где и как, и, то есть, сходили сюда, сходили еще в другом месте и выбрали для себя то, что им подходит. Вот так, собственно, и мы наполняем свою студию клиентами. А что у нас, вот если ты была в каких-то фитнес-залах, что не хватает, а у вас в студии, вот это все есть вообще? Ну, у каждого свой изюм, так скажем, вот, например, я, у меня нет интенсивных тренировок, то есть, там, тяжелое оборудование мы не используем. У нас йога разных видов, стретч, пилата, станции. Но в основном только для девушек. Ну, на йогу могут и мужчины прийти, да, то есть мы без мужской энергии тоже не можем. Я вот планирую, например, когда уже студия наполнится, когда будут уже группы, ну, вот прям такие большие, то мы будем, например, привлекать мужчин в плане организовать какие-то мероприятия, например, парные танцы, либо парная йога, ну, либо еще что-нибудь, то, что мы захотим, то есть все, что угодно мы можем организовывать. Вот. А в других, ну, собственно, то, что я видела, все стандартно, собственно, ну, все тренировки какие-то есть, да, вот. И хочется вот что-то добавить другое, чтобы, так скажем, было что-то интересное, что-то новое. А вот такой уже интересный вопрос. Как ты набираешь народ? У тебя уже есть база людей, как вы их вот собрали? Ну, они же не могли просто такое? Вот, судя как, где-то открылось рекламу. Ну, конечно. У меня есть свой маркетолог, который тоже мне помогает. Мы привлекаем людей, ну, через Инстаграм, также общаясь с людьми, где угодно, проводим какие-то акции, то есть используем разные методы для привлечения. Очень хорошо работает именно вот общение, вот личностное общение, когда ты рассказал, и это вот там с такой скоростью все расходится. Как я уже говорила, все вот, вращаясь в сфере здорового образа жизни, это все вот очень быстро передается, и люди интересуются, звонят, и мы их приглашаем посетить нас, хотя просто в гости прийти, и, ну, все, и все люди тянутся. На самом деле... Ну, такой клуб, такой чисто больше общения, приятное, чтобы человек чувствовал какой-то комфорт вообще. Да, да, да. То есть наши встречи, например, если что касаемо женского клуба, ну, я хочу сказать еще о том, что, например, у нас есть... Мы разделяем фитнес и разделяем женский клуб. То есть клуб еще для восприятия, ну, непонятно, да, что там происходит, фитнес, все понятно. Пришли, мы тренируемся, да, то есть и девушки, женщины, которые приходят на фитнес, мы рассказываем, чем мы еще занимаемся. И они понимают, что это интересно, что придя, например, на лекцию к диетологу, они уже познают какие-то, ну, вещи в плане питания, где можно задать любой абсолютно вопрос. Далее там к психологу сходить, то есть тоже обсудить разные направления в семейных отношениях и в сфере каких-то личных отношений. То есть любую деятельность можно обсудить и задать вопрос. И они понимают, что это интересно, что это им нужно. Вот и так и... А вот какие-то есть партнеры, которые сейчас сотрудничают с ними? Да, партнеры есть. На данный момент... Но это важно, да? Конечно, конечно, конечно. Партнер у нас сейчас вот магазин здорового питания это Лакшми. Хозяйка, кстати, тоже из Перми. Я говорю, вот у нас в центр он притягивает вот всех земляков. Да, да. Да, далее у нас есть еще под белья моих зубов компания. Господи, забыла, как называется. Ну, они как вот с вами сотрудничают? Каким образом они могут помочь вообще в вашей студии? Мы... Когда у нас проходят мероприятия, мы их всех приглашаем, они рассказывают о себе, могут дать какую-то скидку, могут... Также даже успешные женщины, которые занимаются своим любимым делом. Например, вот хозяйка магазина Лакшми, у нее пять детей. Она вот так вот круто выглядит вообще. И когда мы проводили встречу с диетологом, все, кто были, просто захотели с ней встречаться как с личностью. И вот мы сейчас будем организовать эту встречу. То есть это очень классно, когда мы можем обмениваться разной информацией и опять-таки развивать себя. И мы можем, общаясь с этими людьми, вдохновляться. И опять-таки... Совершать что-то, да? Какие-то понимать решения в сфере выброса и деятельности. как найти себя и так далее. Все это вот очень классно. А вот в твоей жизни какие были мотивации вообще, чтобы вот все это делать, не сдаваться вообще? Ну, мотивации какие? Не знаю, но у меня всегда, так скажем, вот эта вот идея своего дела была... Даже я не счет и мотивация, она вот она есть просто. Просто хочется заниматься той деятельностью, которая всегда была. Ты думал в жизни, что вот сложно и все... Да, было, конечно. Такие ручки, вот все... Было, конечно. Мне сам переезд дался тяжело. Ну вот как ты борешься с этим вообще? Я себя... Тем более девушки вообще... Ну, в себя настраиваешь. Мне очень вера помогает, вера в Бога. Вот все через это. Как вам объяснить? Когда ты переезжаешь в Сочи, ты, например, я вот одна приехала, да, как ты расслабишься? Тебе же нужно как-то себя обеспечить правильно? Вот. И поэтому нет выбора. Просто встаешь и делаешь. Ты выходишь из зоны комфорта. Ну, а как же, конечно. И начинаешь просто... Конечно. Плохать вообще. Конечно, конечно. А как вот ты подбор сотрудников делала вообще? Вот знаете, вот подбор сотрудников это самое интересное. В том плане, что я не обращалась на какие-то сайты там по подбору персонала и так далее. Они вот сами ко мне притянулись. Я поняла, что когда ты занимаешься вот своей деятельностью, а вселенная тебе помогает. И притягиваются те люди, которые тебе именно нужны по духу и вообще как они мыслят. То есть идейные все такие. Все на твоей волне. И я была поражена, что в короткий срок вот у меня сотрудников 12-13 человек. У меня просто много направлений, которые, например, там по два часа, да. То есть всего там 38 уроков в неделю и очень много разных направлений. Вот. И опять-таки в соцсетях кто-то кому-то что-то сказал. Они сами не звонили. То есть либо я находила вот вплоть до смешного, что вот, например, не нужен администратор либо еще тренер по какому-то направлению. Я случайно находила там соцсетях именно в то направлении, звонила, например, этому человеку. И этот человек мне приводил еще троих. Вот. И я их, все ко мне, вот говорю, вот так вот пришли. Вот я даже не искала вас. То есть ты не искала каких-то амитов или что-то подобное? Нет, вообще нет. Они просто... Да. Ну, я уже знаю одну вашу сотрудницу. Да. Она, само по себе, очень яркая, такая, добрая. Да. Ему вот как-то вот... И через нее вот уже. Да. Это... Энергетика. Да. Было очень интересно, когда вот мы вот с нашей общезнакомой, Зоей, да, тоже встретились и познакомились. Я помогала открывать фитнес-зал. Дело в том, что вот в том месте, где я живу, рядышком открывался фитнес-клуб. Я просто вот думаю, пойду потренируюсь, посмотрю, что там происходит. И оказалось, что они переезжают с одного места в другое, в соседнее здание. И у них вот фитнес-зал тоже они помимо тренажерного зала еще один зал для групповых направлений открывали. Я поинтересовалась, сказала, что этим никто не занимается и предложила тоже свою помощь. И мы заключили договор на два месяца о том, что я составлю расписание, наберу сотрудников, обучу их, если это нужно будет. И, ну, и закончим на этом сотрудничество, так как я уже к этому времени буду плотно заниматься своей деятельностью, своей студией. Вот. И как раз-таки Зоя пришла на собеседование и вот мы очень быстро поняли, что мы земляки на каком-то таком интуитивном уровне тоже по делу. А вот сколько вот у каждого сотрудника приходят клиенты? Группа имеется в виду? Да, группа какая? Ну, сейчас, так как мы недавно открылись, 24 февраля, работаем, по сути, вторую неделю, у нас на группе ну, где-то от двух до пяти человек есть. Это хорошо. Почему? Потому что при открытии обычно вообще никого нет, зал наполняется, да, постепенно. Это нормальная история. То есть я уже несколько залов открывала и сама это все наблюдала. Вот. И мне очень радует именно та тенденция, что нулевых уроков у нас практически нет. Ну, там, может быть, один-два, ну, там, их практически нет. Что-то очень круто. Даже в первый день нас было уже по пять человек. То есть я считаю, что это очень хорошо. Вот. И, ну, вот, собственно. А скажи, сколько стоит вообще прийти? Позаниматься? Ну, я не знаю, там иран, что все-таки есть вообще вот заниматься. Да, ну, сейчас, ну и вообще, первая тренировка групповая именно, она бесплатная. А так, абонемент у нас от двух с чем-то тысяч. Вот, прости, а групповая что значит бесплатная? Ну, то есть, вот, например, в студии, вот, вы придете и скажете, я хочу попробовать йогой позаниматься. Приходите. То есть первое занятие бесплатное? Бесплатное, да. Вы придете, попробуйте, надо, как вам энергетика вообще, как нравится, не нравится. То есть вы сходили к одному тренеру, позанимались, пообщались с теми, кто с вами пришел на тренировку, пообщались с тренером и уже приняли решение, хотите вы приобретать абонемент или нет. У нас также есть еще такая услуга, кто абонемент покупает, мы дарим одну персональную тренировку тренером. Тоже для чего это делается. У людей разные цели тренировочные. Ну, это хорош. Да, да, то есть человек приходит на персональную тренировку, тренер ему все рассказывает. То есть исходя из цели, исходя из потребностей, ценностей, он предлагает либо какую-то свою тренировку, либо может под коллегом направить, что понимает, что лучше, например, начать с другого направления. То есть у нас, так я уже сказала, преподавателей и тренеров их много, то мы можем это перенаправить. вот расскажи, Настя, на что надо обращать внимание в своей деятельности до бизнеса, какие вот именно моменты, например, чтобы сделать все потом классно. Ну, понятно, что будут ошибки, но вот... Ну, на самом деле нужно найти пример, ну, в любом случае ты смотришь, как добивались успеха другие люди. То есть у меня есть там свои тоже кумиры. Да, это очень важно. Вот. И я очень люблю, например, там, каналы на YouTube тоже сейчас очень популярный канал «Трансформаторы» можно там слышать, да, «Трансформатор». И там разные другие похожи на эти каналы. Я очень люблю их смотреть, ты действительно вдохновляешься, тем, видишь, как люди работают и они рассказывают, как и что нужно делать, и дают советы, и ты обращаешь на это внимание. Ну, естественно, плюс ко всему книги какие-то тоже в помощь. Вот. И ты следишь, как тоже там друзья, знакомые хорошие, которые уже добились успеха, ты можешь с ними просто встретиться, обговорить, обсудить. Я тоже еще встречалась, например, когда в Сочи приехала, еще тоже искала работу, я всегда общалась с управляющими клубов, мне было интересно там, с чего они начали, почему они открыли этот клуб, то есть изначально тоже уже готовилась, то есть вынашивала идею, информацию, информацию мне было интересно. А ты все это записывала? Не записывала, да, обязательно. Я вообще все записываю, потому что если я не запишу, то что-то может забыться, не то, что забыться, ты эту информацию можешь дополнить, то есть это твои мысли. Это очень важно, потому что у меня нет привычки записывать, мне все это говорят. нет, ну у каждого свое, ты скорее всего используешь какой-то другой метод, который тебе больше подходит, кто-то там заметки ведет, кто-то там аудио записывает, кто-то еще, ну то есть у каждого свой способ. Ну у меня вот знаешь, получается так, что в голове, это же плохо. Почему? Ну я не знаю, если тебя, то к тебе, тебя-то устраивает, но почему нет? Ну смотри, вот информации же в голове много, ну да, и проще все-таки как записывать, мне уже в последнее время говорят, это в бизнесе очень важно записывать именно каждый, вот что в голову пришло, что-то интересное, надо записать. Ну да, это тоже же отражение некой энергии, то есть ты это переносишь, то есть опять-таки вкладываешь, что-то материализуешь, еще близко всему визуализацию включаешь, то есть, ну возможно вот концентрация этой энергии, той мысли, она может быть возрастает, когда ты переносишь все на бумагу, это не случайное же мы желание там пишем, да, на угодно бумаге, чтобы это все ушло. Может быть, ну вот механизм и так же здесь работает. Мне важно все записывать, то есть у меня очень там важно иметь план на день, например, там планировать месяц, то есть я вот люблю это делать, именно планирование, я всегда все записываю, у меня все, все прописано, я вообще делюсь. вот боюсь, вот думаю вообще, вот все, я запишу на месяц план и вот все, что-то вот не так пойдет, вот как у тебя, вот если, вот сейчас идет не так, что ты делаешь? ну, во-первых, план на месяц, ты какие-то такие крупные цели ставишь, то есть, например, мне важны сроки тоже, сейчас ставлю срок, например, вот там до 15-го числа я должна вот это сделать, если не получается, ты, ну, естественно, если ты уже ничего не можешь сделать, это переносится, но я вообще не люблю переносить, то есть я, например, я загадала, вот выбрала дату, там 24-го у меня открытие, у меня должно быть все готово, вот кровь из носа, и так и вот я, собственно, дела и строю, вот, если что-то меняется, ну, хорошо, там, если я не смогла, то есть я все сделала, все усилия приложила, я не могу это изменить, я это принимаю, и иной раз получается так, что-то к лучшему, вот, ну, собственно, так планирую. А вот скажи, вот ты смотришь трансформатор, ты сказала, я на самом деле тоже смотрю, мне очень много советуют его смотреть, вот скажи, есть какие-то, может, три таких назовешь мощных мотивации, которые ты оттуда получила и ты используешь? Ну, сам, собственно, вот что именно тут вдохновляет? Ну, вдохновляют, во-первых, люди, которые там уже, да, которые там, и смотришь на эту историю, то есть это просто просто люди, которые начинают свой бизнес с нуля, рассказывают также свои истории, и именно это вдохновляет, ты видишь, что как можно изменить свою жизнь, что на самом деле нет границ, и я этого тоже поняла, и... А вот как ты вот поняла, что нет границ? это люди тоже, то есть общение, круг общения, люди, с которыми, люди, которые тебя окружают, они очень важны, то есть их идеологии, их мысли, вообще мыслить нужно позитивно всегда, несмотря ни на что, это не всегда получается, но вот нужно в любом случае всегда быть на позитиве, и когда ты вот попадаешь вот в этот круг, то ты вот чувствуешь, вот опять-таки вот это вдохновение, эту энергию, ты смотришь на людей, как они добиваются успеха, и тебе вот хочется, ты к ним тянешься, и тебе тоже что-то хочется сделать, и когда ты начинаешь это делать, то если ты, особенно если выбрал именно тот путь, именно то дело, которое тебе нравится, вот ты кайфуешь день и до дня, чем ты занимаешься, то ты наблюдаешь, что само собой как-то все получается, может со сложностями, конечно, с трудностями, но куда без них, без них просто неинтересно даже, я воспринимаю эти сложности, ну просто как, не знаю, ну некий этап, то есть они же тебя закаляют, плюс ко всему, у тебя опыт появляется, ты уже знаешь, то есть, например, как решать те или иные ситуации, это сложно и трудно, я вообще честно и думаю, что я все умею, вот, и уже нет какого-то страха, почему люди, да, еще ничего не делают, ну как они работают, но может быть заняты не той деятельностью, то есть, вот, например, у них вот рутина вот такая, люди уже устают, там, вот, там, суббота, воскресенье ждут пятницу, там. А что ты им советуешь, таким людям? Ну, я советую, во-первых, прислушиваться к своему сердцу, все-таки, чем им хочется заниматься, и есть же какое-то хобби, да, то есть, ну, это очень сложно, когда уже есть, как стереотип какой-то, конечно, сложно перевернуть все, но, опять-таки, если ты захочешь, ты это сделаешь, нужно окружать себя людьми, которые занимаются этой деятельностью, которые живут по-другому, если ты окружил себя людьми, которые также работают шесть дней в неделю, там, ну, то есть пять дней в неделю, там, ждут выходных, но вы так и будете друг с другом разговаривать, и говорите все как плохо. Вот здесь очень важный момент, скажи, вот окружение, вот, которое у тебя было, они сейчас есть? Да, вот очень интересный такой тоже факт, когда я еще и в премии работала, у меня получилось так, что я сменила круг общения в связи с своим переездом, и новый круг, он, ну, опять-таки, так получилось, что вот он, люди меня окружали успешные, и они все были старше меня, и я кайфовала от их общения, то есть они мыслили именно вот совсем по-другому, они вообще мне мой мозг перевернули, конечно, и я поняла, что границ нет, что можно исполнять свои желания, главное, что-то делать, и сидеть на месте, а понемножечку, понемножечку, маленькими шажочками, но идти к своей цели. Ну, вот очень важно же, да, общаться именно с теми людьми, которые уже добились успеха. Конечно. А вот есть люди, которые все-таки с тобой общаются, и говорят, Настя, мы же друзья, вот как вот тебя, как-то это останавливало, или ты считала, что все-таки надо идти вперед, несмотря ни на что вообще? Только вперед. Вот друзья, вот никогда не останавливали, семья? Ну, вот, например, что у тебя не получится вот так? Ну, не то, чтобы это было напрямую, что у тебя не получится, то есть, в любом случае, вот я уже тоже говорила, сам переезд, это тяжело мне было, у меня была хорошая работа, там, должность была хорошая, семья опять-таки рядом, а то ты приезжаешь в город, ну, никого, но я приехала, реально, у меня никого не было, то есть, меня встречал знакомый и знакомых, таксисты, да, привез меня в гостиничный дом, и все, с вещами, и вот, дальше саморазбирайся, ну, мне это не пугало, потому что я знала, чего я хочу, самое важное, именно, поделить цели, и, вот, именно, чем поделить то, чем ты хочешь заниматься, это самое важное, вот, 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 и, конечно, семья, они просто переживали за меня, ну, куда ты поедешь, там, одна, что ты там будешь делать, там, еще так далеко, естественно, они переживали, но, у тебя родители спокойно к этому относятся? Ну, они просто, уже меня приняли, такая, какая я есть, да, вот, и, уже, так скажем, словом, делом, мне уже помогали, то есть, мне просто невозможно остановить, на самом деле, если я что-то приняла решение, все, но решение принято, я его не могу изменить, вот, все. Ну, вот, скажи, вот, у тебя, когда бизнес пошел, у тебя окружение и друзья поменялись? Да, нет, не поменялись, те люди, которые, ну, на самом деле, у меня не такой прям широкий круг общения, у меня есть знакомые, да, ну, прям друзья, их вот, ну, буквально по пальцам пересчитать, и это именно те люди, которые, с которыми мне ежедневно нравится общаться, мы на одной волне, мы друг друга вдохновляем, мы друг друга поддерживаем, и, вот, помогая друг другу, да, мы вот, я даже не знаю, как это объяснить, усиливаем эту энергию, что ли, и благодаря друзьям, я создала именно вот то, что я создала, и не без них, вот, их помощь, она очень ценна, они мне прям все готовы помочь, то есть, например, мне инстаграм, там ведет моя подруга из Питера, то есть, там кто-то еще, вот, всем, чем не могут, мне все помогают, это очень классно, когда есть такие друзья, и я их очень ценна, как он, а как вот она работает, находясь в Питере, не понимая систему вообще сочинскую, ну, как система, здесь немножко другая, она такая сложная, мы всегда, в любом случае, на связи, то есть, я, в силу своей занятости, да, там не могу, там, всем заниматься, всей деятельностью, вот, и она как раз захотела развиваться в этой отрасли, в инстаграме, я говорю, ну, вот попробуй, то есть, на моем проекте, попробуй, вот, и она буквально, там, она вот, ее была классная позиция, она мне сама звонила, там, Настя, давай вот это мне расскажи, там, как, что, вот, это очень круто, когда человек тебе сам, тебя ведет, говорит, что нужно делать, я из-за этого прям благодарна, вот, вот это все от души, от сердца, и когда вот именно люди делают это искренне, то это вот прям, не знаю, получается еще лучше, чем ты прям планировал. А вот как, какую зарплату примерно твои сотрудники получают? Сейчас они, ну, грубо говоря, ты выходишь хотя бы в ноль, то, что ты недавно открылась? Ну, как выходишь? Ну, чтобы зарплату закрыть, да. Ну, так как мы еще месяц не отработали даже, да, то есть, у нас идет всего лишь вторая неделя, ставку сказать как? Ну, да. Ну, на самом деле, у меня хорошие условия, например, ставка за урок, у меня оплата тренеру 600 рублей, начиная с пятого человека, еще 50 рублей. А также, я очень хочу, чтобы они развивали себя, как тренера, именно персональных тренировок, то есть, у меня очень хорошие условия, в том плане, например, я беру, так скажем, за аренду зала от персональной тренировки, я там, 400 рублей, в среднем цена одной тренировки персональной, 1200, то есть, вот 400 вы заплатили, 800 рублей, там, вам. Если вы, у меня просто разные категории тренеров, там, есть уже, у которых опыт очень большой, и они и за границей работали, и где только не работали, естественно, они могут себя оценить выше, то есть, пожалуйста, оценивайте себя выше, но вот я минимальные ставки поставила, развивайте самые важные, развивайте себя, помогайте людям, решите их проблемы, для меня именно вот важен такой персональный подход к нашим клиентам, чтобы они чувствовали нашу заботу, и чувствовали качество тренировок, именно вот мне. Но вот откуда именно у тебя идет именно чувство заботы, почему это у тебя, это как-то вот все-таки давно? Ну, я объяснила, я объяснила, на самом деле, вот, например, вот сетевые клубы, например, я работала в XFIT, сеть хорошая, у них, но вот эта вот шаблонность, то есть, мы должны говорить там по шаблону, вот это, это, это важно, да, для сетевого клуба, например, чтобы не говорить лишнего, там еще что-то, но все вот работают люди, все как на потоке, то есть вот, не знаю, вот человеческого отношения его не хватает, на мой взгляд, я не знаю, но мне вот, не хватало вот такого человеческого отношения, но все-таки идет все от нас все? Да, вот, как объяснить, но бизнес ты строишь, получается, исходя из своих предпочтений, жизненных ситуаций? Только так, исходя из своего опыта, только, ну, естественно, и там, черпаешь и у других, что-то, то есть, ты следишь за другими, тоже успешными, управляющих, управляющими клубов, тоже, ну, вот, говорю, это я советовала с ними, ну, какие-то свои. Они легко рассказывали? Да, это все, все простые люди, все очень хорошее, все делились и говорили, как ты конкуренция, значит, что очень важно. Ну, я, на самом деле, со всеми сотрудничаю, то есть, со всеми прям, ну, ну, не то, чтобы я, я же не могу, ну, как сказать, не то, что я бы со всеми сотрудничаю, то есть, я не настраиваю себя, как там, например, как конкурент, можешь притягивать клиентов. А вот если вот конкурент твой придет к тебе в студию, как ты на это отреагируешь? В смысле, управляющая другого клуба, я с ней познакомлюсь и подвожу, не знаю, какие-то условия, что мы можем организовать какое-то классное мероприятие, там, с клиентами ее клуба и с моими. То есть, у меня же чуть-чуть, ну, другая немного концепция, у меня там свое, у меня там силовых тренировок, то есть, можно по-разному, по-стороним еще можно всегда найти решение, если этого хотеть. То есть, если человек настроен уже, ну, негативно как-то, то, конечно, не знаю, он и будет держать вот это вот такое напряжение, но я думаю, что... Негативно в бизнесе постройки. в любом случае решение найти можно. Я в этом уверена. Очень круто насчет того, что ты очень спокойно воспринимаешь конкуренцию, это и, правда, в бизнесе это хорошо, значит, ты уверен, уверен в своем бизнесе, это реально очень круто, я таких людей прям уважаю, прям в своем бизнесе, прям начало, это очень крутое, и настрой тоже. А вот скажи, есть книги, которые ты читаешь, и тебе помогли как-то тоже в твоей жизни? в твоей жизни. Да, есть книги, которые прям вдохновили. Я еще... Ну, это стандартная такая классика жанра, богатый папа, бедный папа, да, там, вот, Иосаке. Вот как ты вот, что ты вот из этой книги взяла, в общем, очень много людей? Ну, на самом деле, вот планирование именно финансов, как они вот эту деятельность, или это очень классно, когда, ну, вот, вот, почему я еще пошла, учиться на бухгалтер, что, круто вот в этом во всем разбираться и владеть финансовой грамотностью, как правильно инвестировать, ну, вообще, как вести дела в этой области. Я поняла, что мне этого не хватает, что мне нужно знание, то есть, я... А ты из богатой семьи? Нет, у меня из простой семьи, абсолютно, то есть, я вообще такой, как скажем, я не знаю, у меня есть, я, мама у меня, учитель русского языка и литературы, они, у меня все, мама у меня такая правильная, предприниматель, для нее это вообще сложно понять, вот, ну, у них, ну, что они выросли в советском субъекту? Но они не говорили, вот, как, денег не надо много, проблем больше будет. Конечно, они сейчас очень переживают, вот, но я просто уверена в себе, и я знаю, что я справлюсь, вот, и... То есть, ты не слушаешь все-таки вообще, именно... Я прислушиваюсь, конечно, Но дело что... Да. Нет, это очень круто вообще. Вот, именно в книге, ты получаешь такую информацию взяла, или все-таки у тебя было вот внутри вообще такое? Ну, это все в совокупности. Ты же, например, чувствуешь, когда тебе что-то не хватает, не хватает, ты начинаешь искать вот эту информацию нужную, ты черпаешь, это из книг, из людей, из фильмов, ну, ну, то есть, ты вот именно смотришь фильмы, да, какой-то определенной направленности. Вот это все, вот, который ищущий, он вот эту всю информацию хочет найти, и спросить, и он ее ищет, вот так вот, и ты уже себя развиваешь, наполняешь, и у тебя уже формируется какое-то свое мнение, свой взгляд на жизнь. А вторая книга? Вторая книга, сейчас помню, автора, есть такие очень интересные, вот я в Перми еще их брала, у меня сейчас просто я читаю, могу читать пять книг одновременно, по-разному, там одно, просто хочется, все, интересно, да, и у меня там сначала одно я почитаю, потом вторую. Есть книга, называется она «Брось себе вызов», господи, автор, Грег Уайт, по-моему, там речь шла о олимпийце, о спортсмене, который был специалистом еще и в спортивной медицине, и он помогал простым людям добиться таких амбициозных целей, например, ламаж переплыть, или еще что-нибудь, или в 40-градусный мороз пройти какой-то километраж, и просто на самом деле думаешь, господи, как это вообще возможно? Вот, и он их учил, именно там, он их тренировал, их психоэмоционально настраивал, и они достигали своих целей, и это что дает? Это дает закалку характера, силу воли ты тренируешь, и это не только, вот добиваясь этой цели, ты и добиваешься целей в жизни, и в бизнесе, и в семье, то есть это тебя в целом формирует, твой характер, и формирует, формирует как человека, и ты становишься сильным, и ты уже думаешь, что все, тебе все горы уже не горы, то есть ты можешь все преодолеть, то есть это вот очень книга крутая, она меня прям вдохновила. Я на самом деле долго читаю книги, потому что опять-таки я все записываю, там что-то где-то отмечаю. Даже когда читаешь книги, там не отмечаю. Ну, я не могу иначе, мне нужно, я еще визуал, мне нужно подчеркнуть, что-то куда-то записать, там немного разных тетрадей, вот, и у меня и так и получается, что я там пять книг могу одновременно читать, ну, где-то там в одном месте почитал, захотелось там в другой день, на другое настроение, в другую тему почитал, то есть у меня вот так вот бывает, вот. Круто! Я на самом деле сейчас сижу, и слышу, слышу, вдохновляюсь, и получил много крутых информаций для себя вообще. Я надеюсь, что ребят тоже. Я тоже. Можешь прям три каких-то пожелания своих сказать именно ребятам, которые переезжают в другой город, неважно, в Сочи или куда-то, что им для этого вначале надо делать, чтобы не бояться вообще? Ну, самое главное определиться с целью, что ты хочешь, и сделать первый шаг. Это вот самое важное. И когда ты первый шаг сделаешь, то нет пути назад. Если вы переезжаете, купите билет. Все. Когда вы купите билет, вы же понимаете, ну, нужно что-то делать. Я же сейчас попаду в зону такого дискомфорта, мне же нужно деньги зарабатывать. И ты, это уже само собой получается. То есть, когда выходя из зоны комфорта, делаешь первый шаг, все. То есть уже сами обстоятельства тебя толкают уже на какую-то деятельность. Вот. А второе, если даже нужно ставить амбициозные цели. Вот они должны быть прямо глобальными. И стереть все границы, и не нужно сомневаться в себе. Нужно не то, что даже не думайте об этом, я так сказала. Просто, просто идите к своей цели, просто что-то делайте. Потихонечку, не нужно там торпиться. это когда ты встал на истинный путь, на тот путь, вот прям ты чувствуешь, что это твое, то обстоятельства, тоже повторюсь, да, они складываются так, что все люди, они начинают вот скапливаться, вот те, которые тебе нужны, и все у тебя получается. Вот говорю с проблемами, но не без них. Вот. Ну и еще что важно, ну я даже не знаю, окружать тебя людьми, которые тебя вдохновляют, ну самому развиваться, читать опять-таки, находить, это тяжело, вот я, например, сейчас, когда нет времени, ни на что, то есть я там утром хотя бы немножечко, но хоть почитаю там, или еще что-то, либо видео там посмотрю, либо аудио сейчас тоже очень популярно, сейчас аудио, все книги их слушают, но я почему-то вот не могу там их слушать, не знаю, мне нужно черетить, записывать, да, вот у каждого свои, на самом деле, способы какие-то, главное найти себя, и все, собственно говоря. Тебе спасибо большое, я думаю, что прям я лично получил максимальный такой позитив, энергии, которая прям мне вдохновила, я для себя очень много чего подчеркнула, я еще пересмотрю, вот это все, спасибо тебе большое, вам спасибо большое, встречу, вообще энергия просто зашкаливает, доброта, и я бы хотел подчеркнуть вообще очень важную для меня вот такую тему, которая меня мучила, вообще, насчет конкуренции, люди не должны бояться, и я вот по тебе вижу вообще, что ты реально не боишься, ты уверен в своих силах, и вот это очень важный такой момент, который надо подчеркивать в своей жизни, не бояться, и просто делать вообще, спасибо всем большое, вообще, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока-пока,